всем привет друзья вы попали на канал кушеру и сегодня я покажу и расскажу как и зачем мы промываем а потом буферизуем наш кокос перед посадкой уже можно сказать по классике начнем с теоретической части а потом переместимся на улицу и сделаем все ручками а перед этим братан жми лайк подписывайся на канал чтобы не пропустить новые видео а еще подписывайся на телеграм ссылка сейчас появится там я веду grow report в реальном времени там много полезных гайдов и вообще контент без цензуры в общем кайф залетает а мы начинаем промывка кокоса зачем мы это дело вообще по идее дорогой специализированный кокос промывать дополнительно не нужно во всяком случае так утверждают производители но исходя из жизненного опыта на заборе тоже много чего написано а процедуры промывки не такая уж и сложная зато супер полезно мы же не хотим начать наш гровинг с проблем а проблема происходит из-за чего а проблема происходит в первую очередь из-за того что чаще всего в дешевом кокосе содержится запредельное количество хлорида натрия то есть обычной соли и это делается для более долгого хранения плюс помимо соли там может быть всякая грязюка песок ну и всякое вот такое мыть надо обязательно это в большей степени касается дешевого кокоса из брикетов и в меньшей дорогого кокоса из мешков но тем не менее если мы проигнорируем промывку то у нас критически повышается шанс засолы на самом раннем этапе что может быть не критично для какого-то растения а как от для какого-то может быть и критично поэтому мыть надо по-любому процедура несложная как я уже говорил и чуть позже видео сейчас покажу как это все дело переходим в буферизации тут все немножко интереснее я эту тему уже чуть-чуть касался в своих видео но сейчас сам бог велел рассказать поподробнее для полного понимания буферизации нам надо понять про катионный обмен в кокосе кокос известен как абсолютно нейтральная среда для выращивания но в кокосе есть центр катионного обмена это участки на поверхности волокон который образу образует связи с определенными питательными катионами катиона обменная способность кокоса не похоже на почву или другие среды для выращивания обменов как таковых гораздо меньше и эти центры катионного обмена станут стабильными забуференными как только к ним присоединиться к кальций или магний катионно обменные центры внутри кокоса содержат катионы натрия и калия однако они слабо удерживаются на катионах натрия и калия в присутствии кальция или магния центр высвобождают свои катионы натрия и калия и фиксируется на кальций и магний и как только это произошло они буферизуются и уже потом остаются стабильными катионно обменные центры в небуференном кокосовом субстрате могут вытягивать почти что весь кальций и магний из вашего компота это трудно исправить пока ваши растения растут ведь ведь добавки кальция и магния влияют на общий показатель ppm и в результате чего общая доза калмага который вы можете дать ограничено изначально даже несмотря на то что все это может попасть в кокос а не в растение предварительная буферизация является очень важным шагом к созданию идеальной и стабильной среды для выращивания тем не менее даже в полностью и правильно забуференном кокосе мы должны продолжать давать калмаг дополнительно окей зачем тогда нужен дополнительный калмаг если кокос забуферился а ответ заключается в том что кокос постоянно разрушается и по мере того как большие волокна распадаются на более мелкие они обнажают новые участки кокосового волокна для катионного обмена которые продолжат будут продолжать забирать ваш кальций и магний из вашего компота и соответственно уменьшать количество доступное растению важно иметь ввиду что количество калмага которые вы будете использовать ограничивает дозы других питательных веществ которые будут добавлены если вы уверены в своем буфере то количество калмага особенно концу цветению можно немного сократить тем не менее некоторое количество калмага необходимо добавлять во все растворы на всех стадиях при использовании осматической воды советую поднимать концентрацию калмага где-то до 170-220 не больше а остальное добиваем базой и стимами уже соответственно вашей стадии развития роста растений сама процедура простятская до невозможности нам надо сам кокос замочить на 10-15 минут в растворе калмага как раз чтобы произошел тот самый катионный обмен потом отжимаем мешаем спиритом по желанию и проливаем субстрат легким компотом удобрений 450-500 пипе а теперь перемещаемся на улицу и быстренько все сделаем ручками вот так ну чё друзья скорее всего я все уже важное рассказал там тут давайте чисто начнем сейчас будем промывать кокос и быстро и заодно посмотрим сколько насколько он был грязный у меня кокос флагрон по идее он должен быть не очень грязный вот заодно проверим дорогой кокос и там будет сейчас цифры сейчас зальем сюда воду по по моему так смотрим прибор втыкаем ну кстати говоря тут на приборе 100 пипе если кто не верит вдруг я стараюсь сейчас увеличить ну я делаю вывод что кстати говоря плагроновский достаточно чистый соответственно мы его много раз промывать не будем всякие дешевые варианты рекомендую промыть раза три-четыре все что всплывает сверху это хороший кокос остатки со дна это как правило грязюка на дне будет ура хоть прибор и солягу не показал что нас очень радует но прям песок классический песок поэтому в общем-то я рад тому что я решил его промыть в итоге заливаем на 15 минут и ждем когда произойдет самый катионный обмен прошло 15 минут теперь мы достаем наш кокос опять отжимаем и перекладываем заново друзья у нас получился готовый заряженный тазик субстратов сюда осталось по желанию добавить немного перлита но это совсем не обязательно и то год друзья вот как все это хозяйство выглядит нормально кто год друзья сегодня мы разобрались промыли и подготовили полностью наш кокос к посадке растений и тут в общем то как вы могли уже заметить ничего сложного но если все же остались какие-то вопросы друзья пишите в комментарии я на них на все отвечаю ну если вначале не поставили лайк и не подписались то сейчас самое время это сделать вроде контент получился хороший ладно всем спасибо за просмотр скоро новые видео всем пока